Нас часто спрашивают, вот то, что вы рассказываете у себя на канале, это так оно устроено на самом деле, или вы опять излагаете какие-то упрощения и модели? Ну, здесь надо сказать, что люди и физики, особенности в технике регулярно пользуются именно моделями. И модель, ну, это в своем роде такой шарж, карикатура, в которой существенные детали подчеркнуты, а все остальные несущественные просто опускаются. Ну, и вот вспоминается здесь ролик, который назывался «Электрическое поле снаружи плоского конденсатора». Ну, обычно, когда мы обсуждаем плоский конденсатор, нас интересует поле внутри, а то, что поле есть и снаружи, это оно, во-первых, слабое, ну и вообще говоря, на его существование просто не обращают внимания. Но бывают такие задачи, когда о том, что такое поле существует, нужно вспомнить. Ну, и вот сегодня у нас будет аналогичная ситуация, где будет рассматриваться магнитное поле снаружи магнитопровода, на который надета катушка. Потому что с тем, какое поле внутри, разобраться гораздо легче. И обычно мы именно о нем говорим и помним. Говорим, что полностью магнитный поток замыкается. На самом деле, не полностью. И эти выпадающие поля, их иногда тоже важно учитывать и не забывать о их существовании. И я начну с того, что подам на вот эту катушку в 400 витков. Напряжение в 3 вольта. Сейчас по ней течет ток чуть больше 1 ампера. Ну, и мы посмотрим, какой этой катушкой создается магнитное поле внутри катушки. Вношу в нее датчик магнитного поля. И вижу, что он показывает магнитное поле в 100 гаусс. Мы эту цифру с вами давайте хорошенько запомним. А теперь я возьму такую же катушку в точности, но уже надетую на замкнутый магнитопровод. По ней течет тот же самый ток. Но теперь у нас внутри магнитопровода, у которого очень большая магнитная проницаемость. Ну, возможно, что она несколько тысяч, а может быть даже больше. Потому что он изготовлен из хорошей трансформаторной стали. Возникает уже теперь магнитное поле B, которое вот в μ раз больше. Ну, и давайте даже я возьму μ порядка тысячи. Тогда у нас катушка сама создавала поле в 100 гаусс. Умножаем на тысячу, получаю 100 тысяч гаусс. Ну, или 10 тесла при таком расчете. Ну, конечно, на самом деле 10 тесла там внутри нет. Потому что этот железо насыщается при магнитном поле чуть меньше 3 тесла. Ну, во всяком случае, там есть такой замкнутый поток с характерной величиной магнитного поля в 3 тесла. А теперь я снова беру тот же датчик и посмотрю, а что у меня снаружи. Подношу, например, к вот этой точке магнитопровода. И вижу магнитное поле в 63 гаусса. Переношу вот сюда. Ну, здесь оно совсем маленькое на углу. Здесь на углу. Ну, здесь на углу оно тоже маленькое. У меня датчик, который измеряет в двух направлениях. А нет, все-таки 12 гауссов здесь есть. Перемещаю сюда. Ну, здесь у меня 13 гауссов вот в этом направлении. Ну, еще вот здесь давайте посмотрим. Поставил сюда. Значит, и у меня вот в таком направлении, в горизонтальном сейчас поле, в 96 гаусс. Ну, в общем, мы видим в целом, что вблизи этого магнитопровода, снаружи него, магнитные поля, они по порядку величины такие же, как то поле, которое создавала катушка, когда через нее не был пропущен магнитопровод. Внутри катушки. Теперь мы рассмотрим такую конструкцию, в которой магнитное поле из сердечника точно никуда наружу не выпадает. Для этого надо взять тороидальный сердечник и равномерно обватать его проводом по всему его периметру. Ну, такого сердечника у меня нету, чтобы показать это экспериментально, но зато здесь нам приходит на помощь простая теория. В самом деле, когда мы проводим какую-либо окружность внутри сердечника, то циркуляция магнитного поля по такой окружности будет равна сумме всех токов, которые прошли через этот контур. Ну, то есть ток, умноженный на число витков, НИ. А когда мы проводим аналогичную окружность, ну, где-либо, там, внутри, снаружи, как бы сказать, спереди, где угодно, которая лежит не внутри материала сердечника, то через эту окружность никакие токи не проходят, следовательно, циркуляция магнитного поля равна нулю, а следовательно, из самой симметрии картинки и магнитное поле на такой внешней окружности будет равно нулю. Что касается вот такой конфигурации, когда катушка надета только на часть замкнутого сердечника, посчитать ее теоретически довольно сложно, но мы можем воспользоваться программой визи МАК и сделать численный расчет. Ну и мы видим, что наибольшая концентрация силовых линий магнитного поля находится внутри катушки, и потом часть силовых линий выпадает из магнитопровода, и поэтому на противоположной стороне магнитопровода от катушки концентрация силовых линий меньше, там магнитное поле внутри сердечника меньше, чем внутри катушки. Ну а теперь, пожалуй, самый интересный опыт, с которого и начались разговоры, приведшие к этому ролику. Я взял две одинаковых катушки, надел их на сердечник, соединил последовательно, таким образом, чтобы они создавали магнитные поля, противонаправленные и в этом смысле компенсирующие друг друга. Ну и подал вместо трех вольт шесть, поскольку ток течет сначала по одной катушке, а потом по другой. Ну, то, что поле внутри сердечника очень сильно ослабло, можно показать простым образом. Я вот так беру и отрываю ермо, чего я при одной катушке, ну, совершенно не мог сделать. А теперь мы посмотрим, какие у нас поля снаружи, все так же, взяв в руки датчик магнитного поля. Ну и, например, вот здесь. Магнитное поле, которое торчит из сердечника, составляет 89 гаусс. Тут тоже те же самые 89. Теперь вот здесь, наверху, 78, посредине 63. Ну вот 80, это те же самые величины. Ну, дальше все симметрично. А, еще вот здесь можно померить. Вот так. Магнитное поле в этом направлении. 136 гаусс. Ну, в общем, мы опять видим, что это поля того же порядка, который создавался отдельной катушкой, когда в нее не был вставлен магнитопровод. Ну, я так думаю, что сейчас и внутри магнитопровода поля тоже того же порядка, но просто в силу того, что катушки выбили поля друг друга. Теперь мы вновь построим магнитное поле. В этот раз уже двух встречных катушек в программе Визимак. Ну, и мы видим, что магнитное поле является максимальным внутри каждой катушки. Потом оно начинает выпадать из сердечника симметрично, как с той и другой стороны. Ну, и перемыкается оно в основном или между катушками сердечника на сердечник, или снаружи в районе каждой из катушек. Ну, и вот эта необходимость учитывать относительно слабые магнитные поля напомнила мне курсовую, которую я делал еще на четвертом курсе, когда был студентом на кафедре физики плазмы. Значит, а курсовая состояла в расчете того, каким образом железобетонные балки в здании, где находилась газодинамическая ловушка для удержания плазмы, влияли через магнитное поле Земли на конфигурацию магнитных силовых линий внутри самой ловушки. Казалось бы, как бы ерунда, но оказывается, что в некоторых ситуациях такими слабыми воздействиями все-таки нельзя пренебрегать, и их необходимо специальным образом компенсировать. Ну, и с этим, наверное, связан и наш традиционный заключительный вопрос. Когда я говорил о катушке вот такой тороидальной формы, как этот резиновый бублик, я все-таки вас в одном месте обманул, сказав, что поле в точности равно нулю. На самом деле там есть эффект, и поле чуть-чуть снаружи не равно нулю. Ну, и я хочу спросить, во-первых, с чем это связано, а во-вторых, каким образом можно этот эффект компенсировать, чтобы поле было равно нулю снаружи в точности. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!